Ломоносовцы Сегодня мы не просто покажем отдельно взятого человека. Таких людей множество вокруг нас. И по разному ряду причин они не в состоянии. Им самим уже не выбраться из пропасти негативно сложившихся обстоятельств. И поэтому они вынуждены скитаться по жизни, доживая свой век в нищете и одиночестве, без мотивации и сил на перемены. А мы, как правило, стараемся отводить от них глаза, оправдывая свое равнодушие их низким социальным статусом, не понимая, что эти люди – реальное отражение облика нашего общества, тень нашего благополучия. Помыв его, приодев, накормив, отправив его в его же эту квартиру, если можно так сказать, то это будет просто пустая трата времени, пустая трата денег, сил. Мы, собственно, для этого и сделали флюорографию, чтобы потом, после всего этого, отправить его в центр реабилитации. Здесь их, слава богу, много. И чтобы оттуда он уже приехал не просто чистый и помытый снаружи, но и совершенно другой внутри. И тогда наша акция будет уже иметь настоящий смысл. Это вот такое вот мнение. Каждый из нас завтра, ввиду каких-либо форс-мажорных обстоятельств, может оказаться в их шкуре, и от нас также будут отводить глаза и воротить нос. Это началось порядком уже давно. Лет 10, да, уже? Да, лет 10. Как раз. Газ отключили, свет отключили, воду отключили. Ну, живу как бомж. Пока Олег расслабляется в сауне, плечется там изо всех сил, мы выбираем ему новую одежду, новую обувь. Полностью, абсолютно новые вещи. Кстати, спортивный стиль. Да, просил спортивный стиль, поэтому мы сейчас будем выбирать крутые кроссовки, крутую куртку, возможно, даже парку. Продолжение следует... Это что, я, что ли? Ну, а кто? Ха-ха-ха. Отлично. Боксинг? Спасибо, ребят. Кротик написан. Боксинг, боксер. О! Боксер, боссер. Ой, кипятый. Да, ребят, звезди, а? Сегодня мы купили человеку новые вещи. Они просто помыли его в душе, у него дома душа нет, мы его свозили в сауну, он у нас сегодня в бассейне нырял. Мы преобразили его внешний вид в барбершопе, вот, и ждем самых главных перемен в понедельник. Мы сделали ему флюорографию, и он поедет теперь в реперитационный центр. Самые главные перемены и внутренние, и они ждут его в понедельник, и мы очень на это рассчитываем. Вот. Олег, что ты хочешь нам сказать напоследок? Так. Ребята, я хочу сказать большое им спасибо, помогли мне. Я хочу начать новую жизнь, ребята. Так что, дай Бог всем здоровья. Вот они одели меня, помыли, побрили, покрасили. Наверное, меня даже никто не узнает. А может, узнают. Ну, удивятся. Все, поехал, да, Олег? Олег, поехал, да? Да, поехал. Все, хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...